Здравствуйте, уважаемые телеглядачи. Вернемся к иллюзиям. Усилия везде совершенно одни и те же. Одни и те же. Одни и те же. Айкидо – это любовь. Это любовь. Потому что я совершенно точно знаю, что я далеко не самый лучший. Кикбоксинг – это упрощенное тэквондо. Приемы во всех видах боевых искусств совершенно одни и те же. Одни и те же. Ты – сидящая утка. Ты – Мишель. Друзья, мы продолжаем наш разговор с Юрием Синчаковым. Кто пропустил первую часть нашей беседы. Вот здесь она всплывает по сказочкам. Можете посмотреть. А мы продолжаем говорить о системе контента и о разных единоборствах. Исходя из того, что я делал, то есть на основании тех данных, которые я собрал, я вижу, что зачастую собираются системы так называемым цельно тянутым способом. То есть берется весь бокс и присоединяется, например, к борьбе. Но бокс – это не только плюсы. Там есть определенные минусы, связанные с правилами. Когда мы соединяем это, навыки начинают взаимодействовать друг с другом. Возникают конфликты навыков. Возникает взаимоуничтожение навыков. Ну, вот смотрите, бокс соединили с карате, получился кикбоксинг достаточно бесконфликтный. Кикбоксинг – это не соединение бокса с карате. Кикбоксинг – это упрощенное тэквондо. Вот дело в том, что вот такие вот мелочи, которые, например, как я сейчас сказал, мало кто знает, но они на самом деле имеют достаточно большое значение. Когда вы начинаете исследовать или разбирать, что вместе с этим работает, а что нет. Ведь само по себе тэквондо уже является соединением бокса с карате. В этом стиле совсем другие усилия. Усилия везде совершенно одни и те же. Более того, приемы во всех видах боевых искусств совершенно одни и те же. Мастер Ким Чан Шик, который на данный момент живет, по-моему, в Бостоне, он придумал искусство Шин Кун До. Он пересчитал эти приемы около 3,5 тысяч. Вообще приемов всего существует. Они присутствуют те или иные из этих 3,5 тысяч во всех системах. Они везде одинаковы. Количество способов, которыми я могу защититься, или же которыми я могу нанести повреждения другому человеку, ограничено. Например, такой прием, как задняя подножка, присутствует во всех системах без исключения. Во всех. Независимо от того, соприкасались ли эти системы раньше или нет. То есть, например, английский бокс и южнокитайский стиль журавля поразительно похожи. Настолько похоже, что некоторые исследователи говорили о том, что, наверное, китайцы заимствовали что-то там у боксеров, которые, типа, английские приплывали на своих кораблях. Нет. Если мы возьмем позу человеческого зародыша, вот эту, да, можно сказать, что боксеры научились зародыш так и жать. Все зародыши лежат так. Китайские стили все имеют обширный раздел внутренней работы и обширный раздел внешней работы. Слушай, ну если нет никакой разницы между стилями боевых искусств, почему кто-то идет на бокс, кто-то идет на бразис и на джиу-джитсу, и их тренировки не похожи друг на друга? Среди людей существуют экстраверты и интроверты. Среди людей существуют те, кто любит апельсин, а кто-то свиной хрящий. Кому-то кажется хорошо, вот именно вот это бокс, это мое. А кто-то хочет бороться. Это основные усилия и основные тактические схемы, основные, то есть, вот эти формы. То есть, ладони, когда мы разбирали вот эти ноты, они присутствуют в любом боевом стиле. Я думаю, можно свестись взять дзюдо, взять багуа-джан, взять журавля и тэквондо, пожалуй, и там будет все. Я одобряю. То есть, в этих системах действительно весь спектр возможных применений. Вот. Но так или иначе, мы пришли к Китаю, потому что из Китая произошли все боевые искусства вообще, и там это наиболее разработанная традиция. Раньше не было ни видео, раньше не было, в общем-то, записанных трактатов, ничего, были только слухи. А вот такой-то мастер ногой в потолок, а вот такой-то мастер. И китайцы, то есть китайские мастера намеренно распускали о себе и о своих учителях такую информацию, и она обрастала подробностями сказочными. И все, оттуда возникли, скажем так, фигуры большинства из мастеров, которых мы вот посчитаем как легендарных. А Брюс Ли это дутая фигура? Брюс Ли нет. Брюс Ли не дутая фигура. Брюс Ли действительно очень физически развитый человек, феноменальный, быстрый. Брюс Ли был чемпионом Гонконга, по-моему, 59-го и 60-го года по боксу. То есть он боксер? Он боксер. Он занимался Тэй Дзю Цюань, начиная с, по-моему, 7 лет. Его приохотил к Тэй Дзю Цюань дышать носом. Отец. Но дело в том, что даже если он не дрался с помощью Тэй Дзю Цюань, он выставил структуру с помощью него, он проработал тело. Это предварительная работа, она нужна. Она у ребенка прошла как дыхание, она совершенно не была им замечена, но она была. А вот Вин Чун, как таковой, он занимался несколько месяцев всего. Именно поэтому до того, как Брюс Ли не умер, пока он не умер, ни один венчунист не признавал его коллегой. И, скажем так, никто не говорил о том, что вот он учился нам, вот смотрите. Несмотря на то, что Брюс преподавал Вин Чун в Америке. Он преподавал Вин Чун только потому, что никто, кроме него тогда не преподавал Вин Чун, и он мог показать все, что хочет. Он не ограничивался Вин Чуном, классикой Вин Чун. Он показывал то, как он считает правильным. В итоге, когда начали китайцы другие тоже преподавать, он сказал, что ему необходим новый собственный стиль и назвал его Джит Кун До. И, скажем так, если вы посмотрите на книгу Джит Кун До, то там Вин Чуновских или каких-то других моментов очень мало. В основном бокс и вольная борьба. Бокс с чем-то соединять, то в журавле гораздо это лучше получится, потому что там базовые положения такие же, как в боксе. Во многом это... У механика движения руки такая же. Работа спины даже сходная. То есть есть очень эффективные, возможно, самые эффективные стили, которые мало распространены, потому что их мастера сидят и ждут, пока кто-то к ним придет за деньгами. Нет. Просто мимо них проходит. Дело в том, что сейчас происходит информационный перегруз. Люди и так затоварены информацией. Предложение превышает спрос намного. И кто пропихнул, тот и выигрывает. Вовсе не тот, кто лучше. В китайских школах не было никогда развития за счет конкуренции. Если, например, ученик хотел преподавать что-то по-другому, он говорил, хорошо, у меня сейчас будет не такой-то журавль белый, а вот у меня будет кричащий журавль. Он отходил, делал школу другую. И можно было понять, что здесь делать на это упор, здесь делать на это упор, сделать на это. Но благодаря этому мы имеем сейчас одних только шаолинских стилей, две с половиной тысячи, и в каждой по три-четыре человека. Поэтому традиционщики никогда не смогут конкурировать с боксом. Их просто затопчут. Количеством. Ну, например, для советского бокса нормой было, что у человека с первым разрядом 100-200 боев. А Тайсон, например, стал чемпионом мира, проведя 32 боя вообще. И когда американские профессионалы приехали сюда, они увидели, они пришли в ужас, что у нас на спаррингах, на вот этих вот, то есть на боях ставится навык у человека. На боях или на спаррингах, на тренировках? То есть дело в том, что у нас зачастую люди путают одно с другим. Отсутствие культуры боевых искусств. Люди не понимают разницы между дракой и учебным боем, между учебным боем и спаррингом. Они не понимают этого. Как работают же физкультуры института, выпускают тренеров с высшим образованием. Я работал с физкультурными институтами, я знаю, что там делается на самом деле. Если бы хоть один физкультурный институт на самом деле занялся биомеханическим анализом такой схемы, как карате, его бы никто, например, не разрешил преподавать. А что не так с каратэ? Дело в том, что карате, ну, в том виде, в котором оно вот сейчас есть, содержит огромное количество неоптимальных элементов. Причем, опять же, бокс, как таковой, да, с точки зрения прямого удара, он близок к оптимальной схеме для человека. А вот эта схема, вы понимаете, лицо открыто, открыта голова, плохо вкладывается спина, нога работает задняя, неоптимально. То есть, дело в том, что получается, что, конечно, работать можно, но это равнозначно тому, что придумать телегу с квадратными колесами, и потом лет 20 ее обкатывать, пока она придет. Почему не выучить сразу? В боксе нет расколов. Поэтому боксерская работа делает человека уязвимым на броске. Опять же, нет работы ниже пояса. Эта зона плохо защищена. А неоптимально это равно неэффективно? Нет. Неоптимально это равно, если поставить бокс или тоже каратэ в ту ситуацию, для которой она предназначена изначально, это будет наилучшим способом применить силу. Если мы, например, берем вот эту же схему, да, вот, и у нас идет работа на опережение, да, на какой-то вот этот вот скачок, да, если меня тут же после этого разведут, если продолжить атаку мне не дают, то это, скажем так, может быть оптимальным способом получить очко. 50 лет каратэ развивалось в этом ключе. Что вы хотите иметь после этого? Если правила соревнований запрещают 95% техники стилевого каратэ, она не будет изучаться. Не говоря уже о том, что сам по себе сетокан как таковой, самая изначальная вроде бы школа, это на самом деле не школа. Там собраны фрагменты из трех разных стилей, не связанных друг с другом вообще. Хэйяны, да, каратэ, вот это вот как раз база. Это лоханчуань, монастырский кулак, южный. Верхняя часть, это журавль. То есть это го джу сихо, не джу сихо, вот эти вот карта, да, хангетсу, рахай. Вот, а като тэки, тэки, вот это вот, да, это тоже север журавля, но он другой. Что в этом плохого? Это уже какие-то такие... Это сборка вообще... Кому они интересны сейчас? Они интересны тем людям, которые пытаются учиться, и не понимают, почему одно не похоже на другого. Почему человек пять лет сперва учит вот такую базу, а потом ему говорят, хорошо, хватит, а теперь этого не нужно, это неправильно. И оттуда возникает первое, что люди начинают говорить, что като не нужны. Ну почему? Я их учил, а толку у меня от этого нет. Возникает второе, что люди дерутся одним способом, а като делают другим способом. И то есть учебный потенциал като уходит в ноль. Начинается третье, что они перестают воспринимать информацию, которая в като есть. То есть като, что это такое? Это учебник, записанный движением. В като есть все тактические схемы. В като есть набор упражнений и набор ударов. Как будто книга, ты ее выучил, и ты уже знаешь, почему изначально было в старых школах так, ты выучил като сперва, не объясняя ничего, то раз ты учишь като. А потом тебя начинали разжевывать, какой элемент, куда. Кан, эффективная стиль боевого способа? Ситакан – эффективное средство подготовки массы людей. Потому что какая-то программа лучше, чем никакой. Обидно было для адептов Ситакана? Нет, я просто хочу объяснить. В свое время в Японии, скажем так, готовилась к войне. Они ввели карате как средство, скажем так, развития физического развития в школе. Развитие координации, прежде всего. Как развитие воспитания определенных личностных качеств. И вот перед ними стал вопрос. У нас месяц-два на подготовку резервиста. Его переучивать, его заставлять руки вот здесь держать, спиной вот так работать. Каждый… люди делают ошибки. И тут кто-то умный сказал, да, но ведь они делают одни и те же ошибки. Они начали смотреть. Действительно так. Действительно, когда человек, он боится, он хочет стать пошире. Когда человек не умеет шагать, не умеет вкладывать шаг в бою и не умеет вкладывать спину, он старается размахнуться как можно сильнее. Они собрали все ошибки вместе, и свели их в систему. То есть техника карате – это сборник ошибок? Во многом, да. То есть это не оптимальные формы боя, но это инстинктивные движения, которые присущи человеку. То есть, если говорить о системе, которая наиболее естественна для человека, то есть человек не обученный будет инстинктивно находить вот эти сборные движения туда. Например, тот же боксер – это штучный продукт. Его учить достаточно долго приходится. То есть базу ставить. А вот карате поставить базу, поставив, например, квадрат 50 на 50 человек, гораздо проще. То есть бокс эффективнее, чем карате? Я считаю, что да. А винчун? Если убрать определенные неоптимальные движения, то он будет очень эффективен. А это универсальный стиль винчун? Нет. Почему? Винчун является хранителем одного из упражнений. Винчун является хранителем упражнений «любки и руки». Все остальные части стиля развиты, ну, скажем так, ровно настолько, насколько нужно для соединения с другими стилями. Южный Китай, как вы знаете, был очень сильно перенаселен. И вот в районе существует школа, каждый мастер из которой говорит, что он преподает все. Ну, эти школы неминуемо входят в конфликт, потому что я тут преподаю все, я тут преподаю все. Поэтому мы неминуем, если вы преподаете все, я преподаю все. Мы неминуем, вступаем в конфликт, начинается выяснение, кто лучше. Здесь происходит как раз разделение с роднеевропейскому. Кто-то преподает борьбу, а кто-то преподает бокс. Если вы преподаете борьбу, а я преподаю удары кулаками, то нам с вами можно скооперироваться, и какую-то часть ученик заплатит вам, а какую-то мне. И более того, вы можете сконцентрироваться только на борьбе, а я буду концентрироваться только на ударах. И в этом случае я достигну большего эффекта, я лучше это отработаю. А вы лучше отработаете свое. Таким образом, в одном селе могло существовать 20 мастеров. Более того, они могли достигать в развитии вот этих своих навыков большего результата, чем человек, который говорил, что он умеет все, но при этом в сутках всего 24 часа, когда ты все отработаешь. Я правильно понял, что Вин Чун это вот эта часть этого большого конструктора, результат деления мастеров, с точки зрения в том числе и коммерческих, и по сути это только липкие руки. Да, по сути только липкие руки. Почему Вин Чунисты отрабатывают на тренировках технику одну, а дерутся на сценариях по-другому? Потому что эта техника до конца не отработана. Проблема боевых искусств заключается в том, что никто не ставит себе целью драться именно стилевой техникой. Берут полуготового боксера, потому что мы берем людей как можно скорее на соревнования. Мы берем в основном боксеров и борцов. Так же точно было, когда Вин Чунисты российские ездили на первый все китайский чемпионат по Вин Чун. Китайское правительство наконец заметило, что в мире Вин Чуном занимается 50 миллионов человек, а в казну-то денежки не идет. Они сняли 4 фильма про Эйп Мэйна. Весь мир поднялся, ура, ура. И они провели чемпионат по Вин Чун. Туда приезжают наши Вин Чунисты. Против них выходит стандартная саньда. То есть боксеры и сандисты. И начинают их лупить вот так. Судья смотрит в сторону. Ага, значит можно боковые. Бьет боковые. Судья ему предупреждение. В итоге люди уехали с квадратными глазами. И я тогда, помнится, написал одному из этих Вин Чунистов. Ну, я говорю, теперь у вас сбылась ваша мечта. У вас есть китаец, абсолютно этнический китаец, с дипломом по Вин Чун, который не знает Вин Чун, но у него кубок. То есть дело в том, что основная проблема это гонка за кубками и гонка за результатами. Но вы сказали, если есть цель гнаться за кубками и результатами, везде посылают, по сути, борцов и боксеров. Так может быть, ничего не нужно, кроме бокса и борьбы? Вот они... Кому не нужно? Дело в том, что если мы будем рассматривать обычных стандартных людей, основная проблема заключается в том, что они как были неграмотны на эту тему, так и остались. Боевое искусство не стали частью культуры нашей. А зачем им становиться частью культуры? Это просто всего лишь одна из опций человека. Вот сегодня он там покатался на лыжах, завтра он пошел побоксировал. Вот культура боевых искусств есть в Китае, а в ММА побеждают бразильцы, у которых культура это футбол. Как так получается? Понятно, но дело в том, что, скажем так, вот с точки зрения лечебной физкультуры огромное количество людей бегает. Это вовсе не значит, что эти люди завтра побегут в марафон вместе с олимпийскими чемпионами. Если даже побегут, они проиграют. Но бегают-то все, понимаете? Цели другие. Другие задачи ставятся. У них нет цели. Как один из китайцев мне сказал, то есть такую хорошую фразу, я всю жизнь занимался, чтобы меня не били. И тут я выйду туда, где меня точно будут бить, я не пойду. У нас тоже большинство наших зрителей занимаются единоборствами, как физкультурой. При этом занимаются не, опять-таки, в основном, не китайскими стилями, а спортивными. Просто потому, что, если мы, например, берем стандартный формат тренировки в фитнес-клубе, 50 минут, бокс более-менее, то есть поставить один удар, там все это делать, чуть-чуть прокачать, три удара в своем боксе есть. В формате 50 минут я хоть что-то из него смогу сделать. Почему фитнес-клубы? Вот открывается зал именно единоборства. Я не видел, чтобы был такой большой зал именно традиционных единоборств. Но есть, но их там по пальцам одной руки можно. Понимаете, это... А каких боксерских, боксерских, борцовских, полно залов, коммерческих клубов открывается. Десять лет назад ситуация была обратна. Почему? Потому что люди верили в боевое искусство и надеялись за ним получить рефект имена. Может быть, этот процесс, естественно, эволюцией, когда люди прозревают и понимают, что работает эта ерунда? Дело в том, что, к сожалению, на боевых искусствах сидело огромное количество шарлатанов, одни из которых, в основном, занимались китайским языком вместо того, чтобы показывать руки-ноги, а другие, извините, показывали бокс вместо боевых искусств. В итоге, боевых искусств мы так и не увидели. Я был свидетелем, как открывались федерации в начале 2000-х годов. Открывается федерация и через 2-3 месяца уже соревнования по ней. По 200-300 человек участников. Они что, за 2-3 месяца выучили искусство, которое нужно учить 20-30 лет, как вот это, ну, мы клятем. Это нет. Выходят волонтеры, я просто помню, потому что наши ребята ездили по таким этим. Так, какие у нас правила? Какие в этом? Какие тут правила? Типа, покажите, какие правила, где награды забирать? И вы сами помните это, и сейчас до сих пор такие люди есть. Они съели этих энтузиастов боевых искусств просто потому, что, во-первых, ну, если я применяю стилевую технику, ну, например, у нас на соревнованиях был такой казус. Идет бой, парни наносят удар, он делает блок и наносит удар локтем, попадая в затылок. Его дисквалифицируют сразу по нескольким нему. Удар в затылок, удар локтем, там туда-сюда, все. Он на меня смотрит, а что я могу сделать, если 80% времени тренировочного мы для улицы показывали именно этот прием. У него сработал автоматизм. В спортивных единоборствах в том же боксе все. Те приемы, которые в правила не выкладываются, просто никто не изучает. В этом случае вы не можете ошибиться и нарушить правила. В бою вы опознаете ситуацию, вы работаете четко по системе. То есть, если вы учите что-то, что вы хотите для улицы, вы применяете, почему я, например, пишу против бокса, против каратэ. Да, я показываю именно неспортивные приемы. Окей, если мы загляли про улицу, хапкидо эффективно для улицы? Хапкидо? Хапкидо изначально придумалось не для того, чтобы быть эффективным на улице. Приемы хапкидо, те приемы, которые в хапкидо есть, если их встроить в правильно отрежиссированную ситуацию, они будут эффективны. Удары ногами, да, там туда-сюда. Я не буду говорить о технике ударов руками, она очень спорная в хапкидо. Вот. Броски, там, да, они те же самые, что в айкидо существуют. Но, сама по себе система не задумывалась для того, чтобы быть примененной на улице. Система придумывалась для того, чтобы показательные выступления были эффективными. Эффектные, эффектные, то есть. То есть, когда собралось 33 школы вместе, и они решили против тэквондо, скажем так, объединиться, чтобы их не съела эта мощная государственная поддержка школа тэквондо, они взяли то, что было рекламной фишкой у тэквондо, и рекламная фишка у японского айкидо, которая на тот момент тоже была сильно расключена. Они взяли инерционные броски и удары ногами. Как это все вместе будет соединяться, никто об этом не думал. На самом деле, если вы хорошо работаете бросками и всеми этими делами, вам будут зачастую мешать эти ноги, вы просто не будете их применять. Или же будете работать ногами, вам некогда будет бросать. То есть, естественное разделение так и происходит. У хапкидаидов кто-то бьется ногами, кто-то бросает. Но того, кто делал бы это одновременно, да еще соединяя эти вместе, их очень мало. Про айкидо, раз вы упомянули, что можно сказать? Айкидо это апгрейд на джилджитсу и на кэндо. И дайторю айкидзюцу это школа, то есть не случайно называется дайторю. Основой является работа мечом. Когда вы с мечом в руках, вы там, льете мечом, все. Но дело в том, что первое, меч нужно достать, меч нужно привести в боевое положение. И вот, когда меня пытаются обезоружить, меня прихватывают руки, вот тут начинается то, что мы видим как базу айкидо. А именно, освобождение от захватов, вот эти вот все. Когда меня пытаются руку с мечом прихватить. Попытка обезоруживания. И именно поэтому, кстати, происходит такая вещь странная, что УК не выпускают руку бросающего. Потому что вот у меня метровая бритва здесь. Он вцепился как-то мне в кисть. Если он меня выпустит, что будет? Я его перерублю пополам. Его единственный шанс продолжать держаться. А вот эта миролюбивость айкидо не мешает ему, как боевому искусству заявлено? Понимаете, дело в том, что я приведу вам цитату одного моего знакомого мастера айкидо. Мне она очень нравится. Айкидо – это любовь. Где поймаем, то мы любим. Понимаете, любовь – это что? Это внимание. Тебе не жарко, тебе не холодно, тебе подушечку поправить. А испытывание каких-либо приятственных симпатий к объекту такой любви вовсе не обязательно. Если ты научился просто его хорошо чувствовать, предупредительным быть, этого достаточно. Но айкидо тоже ни разу не универсальное боевое искусство? Нет, конечно, нет. Хорошо, какая у вас защита от лукика? Никакой. Ну, как у боксеров тоже. Да. То есть это не универсальная система. Айкидо, то есть если мы будем смотреть, то есть это именно, то есть по отношению к технике кэнзюццо, эта техника занимает где-то 10% и основана на чем? То есть я его сбросил, освободил мяч и добивая его мячом. То есть это было изначально. Потом это, конечно, начало развиваться, начало обрастать какими-то подробностями, но так или иначе в основе айкидо продолжают находиться все те же пять основных захватов. Поваренность распространения айкидо заключается именно в том, что там мало приемов. Ты выучил пять захватов и ты уже можешь пить чай и рассуждать о том, как это должно быть, о философке вопросов, на рамках с другими людьми. Да, конечно, он один из них занимается 10 лет, а ты 5 лет занимаешься, или год, но ты уже знаешь то же самое. Вот такие системы, действительно, они очень быстро и хорошо распространяются. А у тайского бокса есть минусы? Конечно, есть. Тайский бокс изначально был придуман как тотализатор. У него не было задачи, скажем так, кого-то воспитывать. У него не было задачи кому-то давать муай тай. Его любят переводить как бой свободных. На самом деле, свободный бой. Дерись как хочешь. Вот были какие-то правила. Приходите из любых школ. Там было огромное количество школ кунг-фу. И вот в рамках этих правил деритесь как хотите. Мои двери открыты. Естественно, начали делать то, что по правилам, скажем так, лучше всего оценивалось. В итоге техника упростилась. Но если вы посмотрите, например, тот же муай баран, муай чай ют, то есть вы увидите, что это действительно кунг-фу с огромным количеством элементов, которые, скажем так, превышают на порядок количество то, которое мы видим в стандартных матчах по тайскому боксу. Тайцы это нация, скажем так, игроков. Если вы помните, даже такой вопиющий случай, когда министр обороны проиграл свой портфель, поставил его там на боях богомолов или петухов, ничего, и потом всем министерствам ходили выкупать, потому что, то есть, ну и то, да, признали, да, уважительную причину. Они игроки. И вот, тайцы делают ставки на того из боксеров, кто знает европейский бокс. Вот если про кого-то знаешь, он знает европейский бокс, на него будут ставки. Почему? А вот давайте посмотрим мы бой. Вот они ходят. И мы видим огромное количество одиночных ударов, которые в боксе, в общем-то, в боксе работает сериями. А там до сих пор работают одиночки. Ну, в боксе тоже первые четыре раунда тоже могут одиночные. Да, да, могут там это, но техника рук сама по себе тайского бокса несколько более архаична по сравнению с современным европейским боксом. Серийная работа в современном европейском боксе развита лучше. Вот. Локти все это дело не спасают, потому что локтями нужно еще до сюда дойти, а он тебя подпустит ли? Тем более, что он перемещается. Потом еще есть такая вот интересная вещь. Удары ногами здесь могут сыграть всем так злую шутку. Почему, например, у многих китайских кунг-фу нет ударов ногами или удары очень низкие? Потому что чем выше ты бьешь, тем дольше ты стоишь в положении на одной ноге. То есть нога летит сперва туда, потом обратно. Чем она дольше летит, тем дольше ты стоишь. Юа Си Тиндак. Ты сидящая утка. Ты мишель. И вот дело в том, что как только ты начинаешь пинаться, если там человек делает резкие маневры, то есть на этом очень многие проигрывают. А про худож, что можете сказать? Там количество приемов, которые в нем находятся, большое. И из-за этого качество изучения этих приемов несколько падает. То есть общий стилистический уровень несколько ниже, например. И по технике ног, например, это будет ниже, чем, например, стандартные кикуси. И по технике бросков борьбы оно будет чуть-чуть ниже. То есть мы зачастую видим на соревнованиях то, что называется просто дракой. Я вижу обмен ударами. Да, может быть, голова у вас будет очень крепкой и все остальное. Да, у вас может быть несгибаемая воля к победе. Да, я, скорее всего, просто не буду с таким человеком связываться. Но это не техника. У вас какие планы, цели, перспективы работы с системой контента? Чем вы планируете заниматься? В каком направлении двигаться? То есть на данный момент я хочу сделать то, о чем мечтаю 20 лет. Я хочу открыть снарядный зал. Дайте мне снарядный зал вот такой. И вы видите, что будет. А кто должен дать? Сами возьмем. Я, например, открываю сейчас снарядный зал на площади восстания. Да, пусть он будет маленький достаточно. Да, там всего четыре манекена. Но он мой. Самое главное думать всегда. Не только делать что-то, что вам скажут, но и думать, зачем вы это делаете. Основной вопрос боевых искусств и основной вопрос в жизни у любого человека зачем? Контент есть цель, уже повторяю, каждого боевого искусства. В каждом боевом искусстве развивающий человек пытается достичь контроля над ситуацией. Каратисты, боксеры, борцы, приходите. Я с удовольствием с вами поработаю и поделюсь с вами. С вами знаниями. За 30 лет я их собрал немало. Друзья, ну вот и все. Надеемся, что в следующий раз, если мы встретимся с Юрем, мы уже будем иметь возможность снять в его новом зале. Пока мы благодарим Андрея Басынина и Клуб Клетка за предоставленную возможность за гостеприимство. И подписывайтесь на канал Бывые Ботаники и на наш огненный инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин